Получил? 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 На той холодной там трубочке. На евангельское чтение уже дважды было толкование, а на этом можно было прочитать. Надеюсь, в месте, которое я читал. Мы молимся, пока батюшка пойдет. Царю Небесный, Утешителю Души истины, И живет в деревце, и все исполняет. Сокровище плани и жизни подателю. Приди вселисяны и очистены от всяких скверны, И спаси младшие души наши. Отец наш Небесный, молим себя именем Господа нашего Иисуса Христа. Прибудь с нами. Благослови наше собрание. Дамы мы всегда пребывали в истине Твоей, И могли научить истине людей, не познавших ее, Находящихся во тьме неверия. Тебе слава посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, И непрестанно и во веки веков. Аминь. Всем потеряю и выражаю вам, кто поддерживал нас в молитве, благодарность. Федичную школу 1 сентября начинается у нас, учителей всех оставили, но, конечно, часов меньше на всех разделили, там будет 37 часов на троих. Ну да, да. Вот так вот. Ну да, все пока. Что дальше будет? Начальная школа стала? Восьмой класс и четвертый у нас. Восьмой и четвертый класс. Как-то они там приняли, так и заочно, очное обучение у нас. Даже четыре, еще четвертый учитель нештатный, Ирину, чтобы она вела там, как бы, практика и физкультуру. Труды. Труды и... Ну, рисование. Мама научит вас трудиться. Ну, такие, да. То есть четыре учителя у нас, два ученика. Царское обучение. Грех будет, это же они не... Ну, отлично закончилось. Пока, видите, они решали, не могли ничего. Если бы было у нас, как, допустим, в Корчино, допустим, девятый класс, там пять человек не сдали ЕГЭ. Пять человек? Да. Было. Пять человек. Потом пересдавали, там пересдача. Даже в прошлом году просили Елену Анатольевну тоже, чтобы она позанималась с ними, чтобы им перестать. Да. Но она немножко позвала. Они, говорит, не хотят. Она бросила, не стала с ними заниматься. Они, говорят, я с ними это, они... Вместо Никона не будет сдавать. Ну, да. А что, говорит, бестолковое время тратить, когда у них нет желания к этому никакого? Да, да. Если было так у нас, то вы с нами даже не разговаривали. Просто прикрыли все за несоответствие. Или как там называется? Несоответствие. Несоответствие учителя, что плохо учат. А то, нет, наши трое были выпущены, все получили красные аттестаты. А в Корчино ни одного нет. Да. То есть в Корчинской школе еще... Мы же как в Корчино, наши ученики, это как считается Корчинские достижения. Так вы и тянете показатели школы, получается. Да. Учителей. Да, учителей. Поэтому она и говорит, эта района, что нет, мы не можем, как у вас. Тем более наши учителя. Елена Анатольевна учитель высшей категории. Люда с Виктором первой категории учителя. Все у них имеют... Даже в прошлом году Елена Анатольевна заняла, значит, лучший учитель района. Района. Да. Ну, дальше она уже не поехала, когда она была на край, там она... Вот. То есть они не могли ничего сделать. Никак. Если было бы проще, то просто бы прикрыли и все там. Вот. Несоответственно. А так никак. Учителя... Все у них и благодарности есть там, учители... Все они там эти... Ученики там во всех олимпиадах где-то участвовали. Там это... Интернета у всех там... Грамотов. Пачки грамот. Поэтому... Вот так вот. Вот. Ну и, конечно, молились и... Господь, как говорится, с них шел. А Бог. Слава Господу. Балилуя. Вот так вот. Аминь. Ну, а остальное, что там у нас? Все так. В лагере еще картошку не копали. Она говорит, рано, говорит, нам, у нас картошка растет. Я им предложил, начальнику, говорю, копайте картошку в погоду. Рано. Будем еще мы... Сейчас у нас вырастет. Она говорит, ну ладно. Раз вырастет. Хозяин, барин. Вырастет, пусть растет. А так уже выкопали все почти. Матушка выкопала. Там сина выкопали, дуба выкопала. Там все уже. Пока сухая погода, выкопали и убрали. А как урожай? Нормальный урожай хороший. И щуки выкопали, задний весь огород. Сено запасли? А? Ну, запасли сколько. Не столько, сколько надо бы поменьше, но запасли. Вот. Сейчас еще можно было бы, а уже началась погода, портится. Дождик и... Сочи. Ну, вот так вот. Что еще такого? Ну, в общем, ничего. Так все в трудах там. Они сейчас в лагере там пилят какие-то деревья там, где на огородах плохие. Там Роману помогают строиться. Роман там начал строиться. Помогает Роману строиться. Лагерные эти. Виктор. Виктор, говорю. Володя с Никитой. Ну, вот. То есть, остались они втроем. Там нету. Эта Марина уехала. То есть, никого у них нет. Остались они втроем. Три брата. Сироты. Виктор Николаевич, ты когда возвращается? 25-го, по-моему. Я точно не знаю, но как по слухам. Последний, 26-го. Должен. Прилетаем. Но еще, время-то еще больше 20-ти дней. Может еще много еще изменить. Поэтому, надеемся, что все-таки, чтобы, конечно, было выкинуть. Он и все приготовил, то дома-то там все он уже устроил. Там и ремонт сделал, и душ поставил, и туалет теплый сделал, канализацию все сделал. Новый сарай новый построил. Все там перебрал. Старый сарай весь разобрал, новый построил. Все там. Ну, в чем? Там только жить и радовать. На. Ну, так вот. Так, ко мне какие вопросы? Хотела спросить, батюшка. Вот мы знаем, что по заповеди воскресения Господу Богу. Ну, бытует такое мнение, и я хочу, чтобы вы либо подтвердили, либо опровергли, что дома, мол, нельзя не убираться там, не в огороде. А раз, Господу Богу, то в храме можно хоть генеральную уборку устраивать, хоть храмовый огород тут полоть. Вот это вот. Объясните, пожалуйста, нам всем. Храмовый огород. У нас храмовый огород. Огород мы для храма не садили огород. Ну, при усадебной. Огород, конечно, при усадебной. Значит, что скажем. У нас по уставу потеряют и так, что в воскресенье не заниматься такой обыденной работой. Вот. И все. В остальные дни у нас даже двунадесятые праздники погладят на неделю, утром помолились и выходят на работу. Вот. Ну, что у нас фермер Игорь Барабаш. Он встал даже сейчас так. В воскресенье он отдыхает. То есть, за неделю так вырабатывается, что это? Да, конечно. Один день хотя бы. Ему один день уже. Поэтому, большой. Один день, говорит. Год кормит там это. Не выгода еще одним днем. Так и здесь тоже. Да не убрали вы воскресенье. Да какая, что у нас грязь какая. Да пришли даже и незаметно. Что убирали, что не убирали. Ну, потом можно как-то убрать там. Вот я приезжаю когда там или что там. Ну, вот пока после службы. И так, когда пришли в субботу. Ну, приедете в субботу раньше на один час. Какая у нас уборка-то? Что здесь? Потолки мыть что ли? В воскресенье нежелательно, конечно, этого делать. Никак. Я этого не одобряю. Не надо этого делать. Аминь. Огород, полоть там или копать. Какая разница? Где ты делаешь? При храме это делаешь? Или ты где-то на даче? Какая разница? Да. Посвяти этот день. Дай отдохнуть о земле. И рукам. Десятая часть. Ну что? Зачем мы это сойдем? Зачем? Мы же не разбираем никого. Мы просто говорим. Десятая часть сотки выкопать картошку. Десять раз лопатой копнуть. Обязательно это в воскресенье делать. Да ну перестаньте. Об этом даже разговор не ведите. Можно сделать. Если помочь, говорит, даже можно и постирать. Тот, кто лежит там не мощная, она не моет. Вот в воскресенье на это употребляйте. Видите, кто где болеешь? Пойдите, помогите. Помойте ее. У нее постирайте, возьмите. Пол у нее помойте в этот день. Это благословляется и, как говорится, одобряется. Такое дело. Но не дома. Дома можно в любое время сделать. На час позже ложись спать и помой все успею сделать. И постирать. Так это что? Матушки. Матушки. Это поминовение. А мне нету. От Александры Чернянской. А мне нету? Это почему матушки? А у меня нету. Вам. Это вам. А матушки я уже послала туда. Давайте кто-нибудь сменяемся. Я вам полотенце, а вы мне платочек. У меня платочков нет носовых. Полотенце у меня есть. Давайте. С кем поменяемся? Да. Вот. А то у меня платочки. Вот. Вот у меня сейчас будут платочки хорошие. Троица. Я пришел. Назначил мне служить в Истельхуль. В Омской области. Ну и первой службой я служил. И пришла. Там было очном отпете почти не было. Все заочное было отпевать. Не разрешалось очно отпевать. Редко-редко надо было разрешение брать в исполкоме, чтобы отпеть там на дому. И у них там до меня батюшка словно завел так вот, значит. Приходят, когда эти отпевающие должны взять сорок свечей. И сорок носовых платочков. И все эти платочки остаются батюшки. И вот заходят в первую службу. Староста приносит мне. Я говорю, что такое? Сорок. Это батюшка вам. Мне? Так куда ж мне это? Столько нет. На каждой чишке. На каждой костыне. Такой, говорит, порядок. У нас так батюшка был. А мой отец Павел. Он так завел. Ну ладно. Так да так. Я уже потом всем дарил эти платочки. Ну а на другое воскресенье там опять. Ну опять сорок платочков может быть. Да. Вот такое вот. А на плечастие вы всегда полотенчика расстилаете? Вот возьмите. Это ну и вот. У меня есть. У меня есть. Ну ладно. Ну пригодится. Ладно. Хорошо. Еще какие вопросы? Все? В следующий раз. Через неделю? Да. Наверное через воскресенье посмотрим там. Там у нас будет воскресенье 16. Я наверное на 17 приеду. 17 будет. 16 у нас будет праздник там. Престольный праздник. Кто желает приезжайте на праздник. Вот. Я батюшек пригласил. Ну пообещали. Батюшки там со Знаменского, с Покровского. Отец Дионисий с этого. На Ленинском. Антонио Печерского. Там это. Храм. Его пригласил. Вот он. Обязательно приеду. Приеду. Говорит это. И вот. И он у меня вопрос задал. Такой. Как? Чтобы была община. Что к этому нужно? Как вы проводите занятия? Я говорю. Хорошо. Давай договоримся. Я очень. Говорит. Хотела. Можно? Сейчас я говорю. У нас нет такого. Потому что. Такое время. Кто-то куда-то разъехались. Там и. Прочую. Ну мало. Сегодня на службу. Вчера у нас было. Человек пятнадцать всего. Я говорю. Маленько погоди. Тогда мы тебе скажем. Пригласим. Будет когда Игнатий Тихонович здесь. Как занятия проходят. Как занятия проходят. Как беседа. Как собрание проводится. Чтобы ему вот это. Говорит. А то я. Говорит. Занятия вроде проводил. Говорит. А потом. Говорит. Все. Как-то. Материал весь исчерпался. Вроде. И. Вроде. Не о чем говорить. Уже так вот. Ну. Ну. Вот так вот. Он. Как. Кто там. Заведующий там. Миссионерским отделом. В этой. В епархии. Молодой. Мы пришли. Вчера. С Сергеем. Он. Как раз. Проводил беседу. С готовящимися. К окрещению. Ну. Там. Детей. Ну. Мы там. Минут. Вот. Двадцать. Мы послушали. Как он. Поучает их. Хорошо. Я говорю. Ух ты. Как их. Проучаешь там. Ну. Все. Вот так. Поэтому. Гости. Должны быть у нас. Владыка пообещался. Но. Как он будет. Он говорит. У него поездка большая. Там. В Белоруссии. В Эстонии. Он сейчас поехал. Вот. Если. К этому времени. Успеет. То. Обязательно. Будет. Он. Я с ним по телефону разговаривал. Вот. И он. Это. Принял. Внимание принял. Ну. Если. Каких изменений не будет у него. То. Могут его куда-то там еще. Какое. Он тоже на послушании находится. В Патриархии. Патриарх может скажет. Поедешь туда. Вот. Он ездил на Афон. Почему? Ну. Было. Говорит. Пришло. Из Патриархии. Что он должен возглавить. Был там. Какой-то делегации на Афон. И вот он. Как глава делегации. Ездил на Афон. Был на Афоне. Вот так. Так что гости будут у нас. Приезжайте. Главит там. Так. Ну что. Это какой день недели это? Суббота. Будет суббот. Это будет субботно. Ну. В пятницу вечером будет все ночные дни. И суббота. И сразу после этого я с ними приеду сюда. Передайте больше. Восемь. Что. На послание? Да. Ну. Давайте быстренько. Ивангельское решение сегодня два раза уже толковалось. Поэтому я прочитаю на послание. Первое послание апостола Павла Коринфянам. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое Коринфянам. 15 глава. 12 стих. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Толкование. Прекрасно рассуждает. Сначала доказал, что Христос воскрес. Громче. И что так проповедуют Он и апостолы. А потом Его воскресение подтверждает общее воскресение, так как за головой следуют и прочие части тела. Не на всех простирает обвинения, дабы не сделать их бесстыднее. Но говорят. Но говорит. Некоторые говорят. 13 стих. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Толкование. Дабы не сказали, что хотя Христос воскрес, однако общее воскресение не будет. Подтверждает последнее. Остановитесь, пожалуйста. Успеете взять. Божие Слово звучит. Замерли все. Может, детей попригласить или нет? Пригласить детей. Еще раз. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Дабы не сказали, что Христос воскрес, однако общее воскресение не будет. Подтверждает последнее. То есть общее воскресение. И говорит. Если нет воскресения, то и Христос не воскрес. Ибо одно подтверждает другое. И вот для чего Он воскрес? Если не для того, чтобы быть начатком нашим. До вас, кто только пришел, речь идет об общем воскресении. Что Иисус Христос воскрес для того, чтобы было показать нам, что будет общее воскресение. 14 стих. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и наша вера. И вера наша. Толкование. Ибо если Он, умерший, не смог воскреснуть, то ни грех не истреблен, ни смерть не упразднена. Наконец, и мы проповедовали пустое, и вы поверили пустому. И все наше хождение, и все наши молитвы напрасны? А нет. Да не будет того. 15 стих. Притом мы оказались бы илжесвидетелями о Боге. Потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил креста, которого Он не воскрешал. Если, то есть мертвые, не воскресают. Толкование. Мы, говорит, оказываемся неправыми, потому что ложно показали о Боге, что Он воскресил того, кого не воскрешал. Такое вытекает следствие, если мертвые не воскресают. И если такое следствие нелепо, то нелепо верите тому, что мертвые не воскресают. 16-17 стихи. «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших...» Толкование. «Опять защищает то же самое положение. Ибо Он для того воскрес, чтобы устроить всеобщее воскресение. Если же нет воскресения, то и Он не воскрес, если это допустить. То вера ваша напрасна, что нелепо. Вы еще во грехах. Если Он не воскрес, то и не умер. А если не умер, то и греха не истребил. Ибо смерть Его была для истребления греха. Ибо сказано. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1, 29. «Агнцем назвал Его, без сомнения, по причине заклания. Если же грех не истреблен, то вы, конечно, в нем остаетесь. Как же вы уверовали, что вы избавлены от Него?» 18 стих. «Поэтому и умершие во Христе погибли». То есть те, которые умерли за Христа и свидетельствовали о Нем, погибли, если нет воскресения. Погибли для вечной жизни, если она существует. Опять же. «И вообще все, которые умерли во двери Христовой и в жизни телесной и скорбной, погибли, потому что лишились мирских удовольствий и после всего не получат никакого блага, если не будет воскресения». 19 стих. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». «Если, говорит, все наше ограничивается здешней жизнью, и мы, уповающие на Христа, то есть имеющие надежду на Христа, существуем только в ней, а там нет иной жизни, то мы несчастнее всех, так как не здешними благами не наслаждались, как и выше сказано. «Ни будущих не получим, потому что и не воскреснем, как некоторые говорят». Быть может, скажет иной, «Одна душа будет наслаждаться». Почему же так? «Трудилась не одна она только, но и тело». Где же справедливость, если тело, перенесшее большую часть трудности, обратится в ничто и не получит никакого блага, а увенчана будет только одна душа?» 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Показав, сколько рождается нелепости от неверия в воскресение, повторяет слово и говорит, как бы так, «Вот что следует, если нет общего воскресения, когда и Христос не воскрес, но Христос воскрес, посему будет и общее воскресение, и этих нелепостей не случится». Постоянно прибавляет из умерших, дабы заградить уста манихеев. «Если он первенец из умерших, то без сомнения и им должно воскреснуть. Ибо первенец имеет и за ним следующих. Например, когда из многих один сделает что-нибудь, начав первый, а прочие будут продолжать это. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Толкование присовокупляет причину, которой подтверждается сказанное. «Нужно было говорить, чтобы само побежденное естество победило, и чтобы сам низверженный преодолел. Ибо как в Адаме, то есть через падение Адама все умирают, так во Христе все оживут. То есть потому, что Христос оказался безгрешным и неповинным смерти. И хотя умер добровольно, но воскрес, потому что тление не могло удержать его, начальника жизни. И это все идет против манихеев. В каждой, следующий, 23 стих. «Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Дабы ты, услышав толкование, дабы ты, услышав, что все оживут, не подумал, что и грешники спасутся, прибавил. Что касается воскресения, то все оживут, но каждый будет в своем порядке и в том, чего достоин». Христос стал первенцем и путем воскресения. «После Него те, которые принадлежат Ему, то есть верные и угодные Ему, воскреснут прежде прочих, когда Он будет сходить с небес, это значит пришествие Его, и во праведном справедливо иметь какое-либо преимущество и в самом воскресении. Поскольку они будут восхищены на воздухе, в встретении Господу», 1 Фис. 4,17, «то воскреснут прежде. Между тем грешники, как осужденные, будут внизу ожидать судью, потом конец всего и самого воскресения, потому что все вообще воскреснут. Ибо ныне воскрес один только Христос, а дела человеческие остались в своем положении. Но тогда будет не так. Но все получит конец». 24 стих. «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу толкования. В Писании знают два царства. Одно по праву усвоения, другое по праву творения. По праву творения Он царствует над всеми, над эллинами, иудеями, и над всеми бесами, и над теми, которые не хотят всего. По праву же усвоения Он царствует над верными и святыми, которые добровольно подчиняются. Об этом царстве сказано. «Проси меня, и я дам народы в наследие тебе» – Апсалом 2.8. «И дана мне всякая власть» – Матфея 28.18. «Его-то предаст Он Отцу, то есть устроит, закончит». Представим себе, что какой-нибудь царь поручил сыну своему вести войну с отложившимися от него народами. «Когда сын произойдет войну и покорит те народы, тогда может сказать, что он передал войну Отцу, то есть показал, что порученное ему дело окончено». Итак, Павел говорит, что когда сын все покорит, тогда будет конец. «Ибо Христос тогда совершенного царица над ними, когда мы уже не будем разделяться между Богом и князем мира. Он как бы отнимает царство, похищенное тираном, и представит Он и Отцу свободным». То есть, когда победит и укротит лукавые силы. «Ибо ныне они действуют весьма много, а тогда перестанут действовать». «Кто из нас не верит в общее воскресенье, таковых у нас, надеюсь, нет». «Расскажу, напомню, я уже, наверное, об этом говорил, о том, что вот некоторые говорят, а кто там был?» Ну, кто там был? Ну, кто может рассказать, как там? Ну, апостол Павел нам говорит, что он был восхищен до третьего неба, рассказывает, что и уха не слышал, и глаз не видел. То есть, нашими простыми словами человеческими, нашим быту используем. Просто не передать те чувства, те, то, что можно было увидеть апостолу Павлу в Царстве Небесном. Из своего, из рассказа о моей бабушке, родной сестре, моей бабушке по отцу. Она занемогла, помылась в бане, легла на лавку и умерла. Через короткое время подняла руку, как для совершения крестного знамени, и трое суток держала. Потом, через трое суток, она встала с лавки и рассказывала, где ее душа была. Ну, что было ей позволено рассказывать. Мне было сказано, что рана Божия, раба Божия рано собралась. Еще год проживешь, ровно год изо дня в день прожила. Приготовилась, помылась в бане, приготовилась, легла на ту же лавку и умерла. У них было две сестры. Они были очень неразлучны, были обе монахини. Когда разрушили все монастыри, они жили у одного из братьев. Вторая сестра встала на колени пред иконой. И Господи, как же я буду теперь одна? Возьми меня с собой. Возьми меня с ней к себе. К вечеру объявлены жары, два гроба вместе вместе. Так что вот, живой свидетель, как говорится, мама у меня многократно это пересказывала. Поэтому, может быть, Господь через ее молитвы меня привел к познанию его веры и истины. Совершим краткое литие. А уступшелы и Боже Александр. 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 Порочная, Дева Бого, без имени Рожая, Молись, спасися душею. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже Александр, вы же простите себя всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благо славяй jaw, Господи помилуй, Господи помилуй. Хмстан без verdad médльного Царя и Бога нашего проси. Подай, Господи, Господи помилуй. Господи, покой души, усопшая рабыть в Александре, в месте света, в месте сладости, в месте покойни. Отнюдь избежи болезнь, печаль и воздыхание, и всякое согрешение, содеянное, и словом, делом, или помышлением, яко благие человека, любит Бог, прости, я, конечно, человек уже будет и не согрешит, ибо им кроме греха, и правда Твоя, правда во веки, и слово Твоя истина, яко Ты исти в воскресенье жизни, покой усопшая рабыть в Александре, Христе Божий наш, Тебе славу высылается безначально, Твоя мастер, и пресвятым, благим и творящим, Тебе духом, ныне Христе, и во веки веков, аминь. Со святыми упокой. Со святыми упокой. Со святыми упокой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Березы святыми упокой. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Исстаный Бог наш. Молитвы в equи-чистости Матери всех «Шятые душа», от нас представшего рабуяв Свою Александру сей неправильным. Ученицы не доховраво упокой. Исправленным и сопрещу те нас. Помилуй Тяка благо человека, Любе! Вечный покой подашь Господь усол, шаробет твоей Александре и сотвори вечную память. Вечная память, вечная память, вечная память. Вечная память, вечная память, вечная память. Братья и сестры, вы не расходитесь, пожалуйста, память об Александре, что все взяли память. Сейчас раздадим. И еще помолитесь о Людмиле Степановне, она очень больна. И о Валентине Кравченко, тоже Валентине Ивановне. Молитесь, она тоже... Сергей Николаевич, занятие проведешь? Так, трапеза и занятия. Братья, все-таки, подадите минутку. Возьмите. У сестры нашей Галины сегодня, сентября, сентября, день рождения. Многое лето нашей сестре Галине. Многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето. Многое лето. Сережа, я могу взять для них еще. Да, 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 да. Коммуна кипятили влачайников. Это брати, брати. Можно... Что? Не можно. Наш поле... Валеринка, правда. Это твёрт, брат. Братил. Валеринка, где Валера? Я здесь. Да, ему дали, Валеринка. Валеринка взял? Да.